Он очень много берет кредитов, и из-за этого судебные приставы путают моего мужа с ним. Кредиты в банках берет Кочкин Сергей Анатольевич, 1958 года рождения. А вот оплачивает их муж Зухры, полный тезка-должника. В прошлом году у семьи арестовали зарплатную карту и списали с нее 20 тысяч рублей. На днях еще 12. Это что же за люди-то такие? Какого-то у самих семей нет. Разобраться не могут сначала. А того мужчину не дергают, не трогают, ничего. У него уже на машину арест наложили. Уж боюсь, что нашу бы не забрали. За год из-за однофамильца-должника у многодетной семьи списали 32 тысячи рублей. Кочкины неоднократно доказывали судебным приставам свою правоту, предоставляли необходимые документы. А сейчас еще и наняли адвоката. 20 тысяч, которые судебные приставы сняли у семьи Кочкиных в том году, им так и не вернули. Поэтому они боятся, что и эти 11 тысяч они также не увидят. Мы отправили официальный запрос в службу судебных приставов. Известно, что такие ошибки, когда с должников однофамильцев снимают деньги, в Нижнекамске не редкость. Такая же история произошла с семьей Халиковых. На них повесили чужие долги в сумме 80 тысяч рублей. Причиной ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному производству является тот факт, что в ответ на запросы судебного пристава исполнителя регистрирующими органами и кредитными организациями порой предоставляются данные, идентичные должнику. Если ваш счет тоже арестовали по вине другого человека, специалисты советуют обратиться к судебному приставу исполнителю с заявлением об ошибочной идентификации. К нему необходимо приложить копию паспорта с НИЛС и ННН, который послушает основанием для отмены наложенных ограничений. Илья Гуаров, Ахри Исламов, Новости НТР.